31 мая 2012 года. Мы находимся в Винестаун Холл в университете Торонто. Это площадка, где будет проходить фестиваль Russian Toronto Film Festival в 2012 году. И сегодня здесь состоится первая пресс-конференция, которая будет посвящена открытию фестиваля. На пресс-конференции выступили президент фестиваля Валерий Коган, программный директор Алена Жукова и продюсеры Феликс Голубев и Евгения Троцко. Предваряя наш разговор, сказать, что в этом году статус фестиваля другой. В этом году мы получили поддержку Министерства культуры России. И, соответственно, возникли некоторые требования к программе этого фестиваля. И количество фильмов, и количество участников, и гостей фестиваля. Все увеличилось. Такой объем, это очень большой объем. Это фестивали, вот я знаю российские фестивали, которые по всей России происходят. Там примерно такой же объем. При этом там большие команды. Но мы вот так нашими скромными и сильными пытаемся поднять такой объем. Большой объем. Представители всей русскоязычной прессы города Торонто, включая телевизионные каналы, программы, издателей, присутствовали в зале и задавали свои вопросы о предстоящем фестивале, который открывается буквально через несколько дней 7 июня. Вопросы были очень разные. От того, как финансируется фестиваль и какое финансовое сегодня положение, до вопросов о том, почему фильм «Бедуин» выбран первым, основным, открывающим фильмом для этого фестиваля. Стартовым фильмом планировался «Сибирь Мономор». И только потому, что у Славы Роса пришло приглашение на эквадорский фестиваль сразу после Марокко. Поэтому мы не можем поставить этот фильм как фильм «Открытие». И мы поставим «Бедуин». Интересное кино, очень фестивальное кино, очень ультрасовременное кино. И я думаю, что оно тоже будет интересное, я надеюсь. Он немножечко как бы депрессивный, в том смысле, что вот так, но честный. Все наши фильмы депрессивные. Говорится, извините, какой кинематограф, такой фестиваль. Я хочу добавить, что касается Роса, он будет давать мастер-класс 9 числа здесь, в этом же здании. И я думаю, что вот это самый лучший момент для того, чтобы мне взять интервью. Сегодня Рос, ну так сложилось с его фильмом, он действительно стал знаменит. Благодаря этому, собственно, это вторая его большая картина. Но дистрибьютором его картины стал Люк Бессон. Все, что происходит вокруг Сибири Мономур, это действительно, ну это не миракл, когда так же возникал Звягинцев, честно говоря. Вот так, from nowhere. Да, на ровном месте возникает вот такая фигура. Сегодня Слава Рос, это вот эстафета Звягинцева. Мы планировали все сделать в апреле. Была замечательная программа, с большими именами. Но так как задерживалась и непонятно, поддержит ли нас Москва, мы, честно говоря, испугались. Я вам могу показать первый вариант программы, той, которую я выкладывала. Первым номером шло «Дом» и «Шапито-шоу». Более того, под «Шапито-шоу» мы хотели пригласить Мамонова. И я знала, что такое приезд Мамонова тут. Но нам не дали это кинопродюсеры, потому что они надеются еще на фестивали. Слава Богу, что с Сибирью Мономур так получилось. Несмотря на то, что у него очень большая фестивальная программа, он, тем не менее, продюсеры решили, что они приезжают. Мы же не фестиваль, а конкурс. Дело в том, что когда они сюда приводят фильм, это автоматически означает североамериканскую премьеру. Все. Североамериканская премьера – это исключение тебя из Тифа, Сандэнса и Манхэттен Фильм Фестиваля, то есть из всех престижных фестивалей Северной Америки. К сожалению, это правда, и мы хотели еще привезти совершенно новый фильм «Дирижер». Да. И Павел Семир сказал, ну, конечно, у вас замечательный фестиваль, но на будущий год. Мы хотели привезти фильм, который совсем недавно вышел «Белый тигр» Шахназарова, и получили тот же ответ. Одно из наших таких важных и единственных не англоязычных событий – это «Пестрые сумерки. День памяти Гурченко». Приезжает ее муж, ее продюсер, и я думаю, что это событие будет интересно нашей русской улице, мы говорим. А на фестиваль люди приходят увидеть тех, кто этот фильм делал. И прежде, конечно, это привлекает очень. В прошлом году, например, многие посмотрели уже фильм Гарика Сукачева, а аудитория собралась огромная, потому что всем было интересно посмотреть и послушать о чем, задать вопросы, поучаствовать. Дарья Икомасова – это сегодня просто открытие, и я думаю, что у нее большое будущее актерское. Это действительно удивительная работа. Но Иванов – это вообще уникальная картина, больше такого, ну, его надо смотреть на большом экране, надо смотреть и Лебрякова, его эту роль на большом экране. Он сказал, что, он очень интересно сказал, что я боюсь, что до конца жизни мне больше не будет никогда предложена такая роль. Удивительная роль, правда. Да, так как раньше у нас было все просто, мы договаривались там с правообладателями, ну, как в России часто делается, на коленке буквально, там, брали там расписку, давали расписку, что мы, скажем, показываем один раз или два раза, и в какое-то время возвращаем. Так как мы теперь живем в государстве, которое называется Российская Федерация, то здесь значительно сложнее все. Мы работаем с правообладателями, подписываем официальный совершенный договор, утверждаем этот договор, и только после этого можем, как бы, воспользоваться и показать что-то. Мы сегодня думали о том, как устроить зрительское голосование. У нас же предполагается приз, как я понимаю. Очень красивый приз везут из Москвы. Ну, создать форму. Как создать, и как создать вот этот прецедент голосования, если бы он был действительно, у нас был форум вот такой вот на интернете, наверное, было бы легче. Наш фестиваль, он интересен тем, не потому, что мы такие уникальные, а потому, что мы сразу задали определенную тему и определенную планку. Мы работаем в две стороны. Ни один фестиваль, вот здесь этнический, так не работает. Мы везем российское кино, привозим сюда, и везем канадское кино в Россию. И у нас там специальная программа «Канадин Масайд», нас уже там тоже признали. Мы начали это с 2009 года, поэтому это интересно. Я хочу добавить, что касается фондов, естественно, нам не хватает канадских фондов. Здесь очень много разных грантов, но для того, чтобы их добиться, фестиваль должен существовать по крайней мере два или три года. Вот третий год у нас сейчас идет, поэтому в следующем году у нас будет возможность все-таки подать на какие-то канадские гранты. Я бы еще хотела добавить по поводу волонтеров. Мы третий год работаем, и первый год было очень сложно пригласить людей, которые бы посвятили свое время просто бесплатно фестивалю. Вот к третьему году ситуация в корне поменялась. У нас сейчас просто отбор уже волонтеров идет. И поэтому, когда вы будете писать, я не знаю, статьи о пресс-конференции, подчеркните, пожалуйста, что организаторы очень благодарны нашей комьюнити русскоязычной за то, что они так вовлечены во все, что происходит, и за то, что они готовы работать, посвящать свое время, что мы очень это ценим и очень рады, что наш фестиваль такой отклик нашел. Итак, фестиваль начинается через несколько дней. Дневник фестиваля, русского фестиваля в Торонто, выпуск первый. С вами был Владимир Бронников.